Слово Божье Слово Божье Он перечислил ему пять или шесть заповедей, и этот парень, он обрадовался и сказал, я это все делаю. И иногда приходит в нашу жизнь момент, когда вдруг мы понимаем, что мы святые. Мы не курим, мы не пьем, мы не матюкаемся, мы уже не делаем многие вещи, что делает этот мир, и нам кажется, что мы уже святые. И мы приходим к Господу уже не как рабы, не как его дети, а как чего-то достигшие. И мы что-то пытаемся простить у него, или же зайти в глубины Божьи, и мы говорим ему, я смотри, Господь, делаю так, 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 так. Я уже не такой, как был год назад, но Иешуа сказал тогда тому парню пять слов. И парень расстроился и ушел, и больше мы этого парня не видели в Библии, потому что у Иешуа он сказал, что у меня есть меч, который разделяет душевное от духовного. И иногда это больно. Поэтому сегодня я бы назвал свою проповедь «Вера и реальность». И немножечко я хочу, чтобы мы вспомнили про жизнь Петра, нашего апостола Петра. Это действительно человек, с которого можно брать пример. Вы помните, что пережил Петр? Он первый пошел по воде, правильно? Он видел многие чудеса. Он от начала ходил с нашим Господом. И он видел столько чудес, которые даже не описаны в наших Евангелиях. Однажды после трудного дня, когда апостол Петр со своими друзьями, двенадцатью апостолами, ну еще тогда не апостолами, и с Иешуа, после трудного дня, вдруг Петр говорит, пойдемте ко мне домой, я тут живу недалеко, покушаем, отдохнем. И когда они пришли в дом тещи, то свет был выключен, теща была с температурой, еды не было, и все смотрели на Петра, наверное. Ты чего нас сюда привел? Петр сам не знал. Такая неприятная ситуация, но Иешуа вдруг раз исцелил его тещу, и теща встала, за пять минут приготовила всем ужин. Тык-тык-тык, знаете, как женщины бывают, умеют быстро. И все закончилось хорошо. И Петр видел очень много чудес. Но сегодня я хочу, чтобы мы открыли все наши Библии, Евангелие от Марка, 14 глава, и в последних стихах, 53 стих, с 53. Там есть такая интересная история, когда нашего Господа Иешуа схватили первосвященники и повели на допрос, и все ученики ушли, но не Петр. Почему-то Петр, он продолжал следовать за нашим Господом. И тогда я задал себе вопрос, почему Петр пошел за Господом, что он хотел? Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы заглянули в сердце Петра и также заглянули в свое сердце. Вы помните, что там происходило? Кто-то, ну, когда я был маленький, я думаю, вы, вы все знаете эту игру. Когда один человек отворачивается задом, а двое друзей его стукают по плечу и делают так, и говорят, кто тебя ударил? Кто, кто, кто? И пока ты маленький, ты вдруг веришь, что у тебя есть третий глаз на спине, и ты слаживаешь все свои знания эти. Ты смотришь, кто как посмотрел, кто как ударил тебя, кто бы это мог быть, сила удара. И ты говоришь, ты ударил. И когда ты отгадывал, ты такой рады был. Вау, все-таки я могу. Но это происходит до определенной поры, потому что, когда мы вырастаем, мы понимаем, что третьего глаза у нас на спине нет, и в эту игру играть бесполезно, потому что ты не знаешь, что происходит там за спиной. Пока мы маленькие, мы верим, что ты можешь угадать, кто тебя ударил, потому что, ну, ты такой крутой. Но когда мы вырастаем, мы понимаем, что эта игра не для взрослых, это глупая игра. И вот в тот вечер Ишуа закрывали глаза, и солдаты били его и говорили, ну, кто тебя ударил? Давай, ты же пророк, прореки. Они знали, что Ишуа не может сказать, потому что взрослые люди понимают, что у нас сзади нет глаз. И если тебе закрыли глаза, и кто-то ударил, и стоит сзади больше одного человека, угадать это практически невозможно. И они издевались над ним, потому что они знали, что Ишуа не может ответить на их вопрос. Но что делал Петр там? Ведь Петр знал, что Ишуа – это Сын Божий. И Петр знал, что Ишуа может сделать большие чудеса. Потому что Петр вырос на рассказах, когда Ангел Господень один поразил в Стане Ассирийском 185 тысяч неприятелей. Петр вырос на рассказах про чудеса Божьи. Петр знал, что Ишуа – это Сын Божий. И Петр ждал чудо от Господа. И как часто, или же иногда бывает, что когда мы не получаем что-то от Господа, что нам кажется, нам принадлежит, мы садимся, опустив руки. И вроде бы на лицах у нас улыбка, но в сердце мы переживаем большие мучения. Наше сердце, оно рвется. Мы переживаем, мы сражаемся внутри, но на виду этого не видно. Потому что битва идет в наших сердцах. И когда Петру в 66 стихе Петр был внизу, пришла одна из служанок первосвященника, увидев Петра, греющегося, и смотрела с него, и сказала, «И ты был с Ишуа, но он отрекся, не знаю, о чем ты говоришь, и вышел на передний двор. Он не ушел домой, но он отошел дальше». И иногда, когда мы не получаем что-то от нашего Господа, мы отходим дальше, дальше, дальше. Но мы все смотрим с верой на нашего Господа, а чудо все не происходит. И, конечно же, что для нас лучше? Ну, в нашем человеческом понимании, я, когда с детьми смотрю мультфильм, там, знаете, есть «Панда-конфу» мультфильм, и когда эта панда сражалась с каким-то суперзлодеем, панда тогда сделала так, ты-ды-щ, щелчком пальца, и бах, и победила панда, и все ходят, ты наш герой, ты супер. Ведь в человеческих глазах и в глазах Петра, я так думаю, было так, что Петр смотрел на Ишуа и сказал сам в себе, «Ну, давай, сойди со Христа, ну, ты же можешь». И Ишуа действительно мог. Ишуа действительно мог позвать легион ангелов. И как было бы пафосно и прекрасно, когда стояли возле креста эти солдаты и говорят, «Ну, сойди со креста, уверуем в тебя». И тут вдруг раз, гвозди вышли из рук, Ишуа прошел, так еще пролетел над ними, опустился, гром, молния, самые закаленные воины, они бы упали лицом вниз и сказали, «Все, все, все, мы верим, все, прости, прости, прости». Но у Ишуа другой план. Иногда мы не понимаем общей картины и думаем только про то, что нас беспокоит. Иногда по нашему субъективному мнению должно произойти именно так и только так. И мы верим, и мы стоим в вере, и веры становится меньше, меньше, и мы отходим все дальше и дальше. Этот переломный момент, который переживает в сердцах, что было в сердце Петра, когда он отходил дальше и дальше? Он ждал чудо. Ведь Петр знал, что Ишуа – это сын Бога. И Петр знал, что сейчас Ишуа сойдет с креста, что сейчас Ишуа сделает так, как супергерой пальцами, и вух, все уверовали, и Петр вышел бы и сказал, а я знал, а я был с тобой до конца, я верил, но пошло что-то не так. И у Петра в сердце была большая рана. Он отходил все дальше и дальше. И в конце мы помним, Петр оглянулся, заплакал и ушел, починил свою лодку и начал опять рыбачить. Но что было в сердце Петра? В сердце Петра, я думаю, был большой шрам, потому что он не получил то, что хотел. Вот наше тело, оно создано так, что если нечаянно ты можешь зацепиться на работе или же ножом, когда тело режется, на теле есть шрам. Шрам зашивает в доктор, шрам должен засохнуть. И нормально для человека, когда шрам, бывает, что шрамы остаются с нами до конца наших дней. Они не исчезают. Мы видим эти шрамы, но ненормально, когда из старого шрама вдруг пошла свежая кровь или какая-то жидкость. Тогда мы бежим к доктору, говорим, что-то не так с моим шрамом. Но как часто в сердцах у нас есть шрамы, с которых сочится кровь. Годами. Она идет и идет, и мы не можем жить радостной жизнью. А Ишуа сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Как часто в сердце в нашем мы истекаем кровью, мы не подаем вида, все хорошо, но мы еле держимся, мы ждем от Господа ответ, а его нет и нет, нет и нет. Но самое интересное, меня удивила реакция Господа, когда Петр, он уходил со слезами, когда петух пропел, вы помните эту ситуацию, и Ишуа встретился глазами с Петром. И, вы знаете, Ишуа сто процентов знал, что происходит в сердце Петра, что Петр сейчас переживает внутренние страдания, внутренний перелом, некий от веры в неверие. И Ишуа, он хотел бы помочь Петру, но Ишуа говорил, не моя воля, но Отца Моего. Есть план Божий, который мы не можем понять, есть план общий, потому что, если бы Ишуа не умер, тогда на небе ангелы бы не победили сатану, потому что не было бы крови Ишуа. Если бы Ишуа не умер, не спаслось бы тысячи людей. И есть много чего, что бы не произошло, если бы Ишуа не умер, потому что, если семя не упадет в землю, оно не даст плода. И вот Петр, знаете, когда Петр ушел, произошли вот эти все события, но до этих событий Ишуа сказал Петру, когда ты обратишься в веру, обрати братьев твоих. И тогда это казалось, может быть, непонятно, но когда Петр починил свою лодку, начал ловить рыбу, он прошел этот кризис веры, его шрам зарос. И для чего все это было? Меня удивляет рассказы Джойс Майер, нашей проповедницы, которая всемирно известная. Она очень часто рассказывает, я не мог понять, почему она это делает. Она рассказывает, как в детстве ее отец насиловал, бил, издевался над ней. Это продолжалось там 5-10 лет, я не знаю, большое количество времени. Зачем она это рассказывает? Ну, ты прошла, ты победила, ты живешь счастливо, ну, все, не рассказывай никому. Ишуа сказал Петру, когда ты обратишься, ты поможешь своим братьям. И действительно, пройдя какой-то определенный период, сложный период, мы можем помочь нашим братьям. И Петр в первом послании Петра, он написал, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То, что не убивает нас, то делает нас сильней. Да, можно задавать этот вопрос нашему Господу, почему я, почему это произошло именно со мной. И этот шрам в сердце, он может сочиться, 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 но Господь хочет, чтобы ваш шрам, который есть у глубокого сердца, он зарос, и вы начали жить счастливой жизнью. Потому что этот шрам, который однажды остался из-за нашей жизни, непонятно, почему произошло это именно с тобой, именно в твоей жизни. И можно задавать Господу вопрос, почему я, почему я, и год за годом, почему со мной, почему ты не услышал меня, почему так, почему так. И это не даст вам жизни полной радости. Но если вы пройдете этот переломный пункт, тогда вы сможете помочь тем, кто рядом с вами. А как помочь? Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет темно, то и все тело будет темно. Если свет, который тебе тьма, то какова же тьма? Потому что вот даже наши медики, они называют этот эффект туннельным зрением. Что это значит? Это когда есть проблема в жизни человека, и он на все вокруг, он смотрит через эту проблему, и его позвали на море погулять, и на море прекрасная погода, шумит прибой, поют птички, играются дети, а он смотрит на все это через свою проблему, и он не может радоваться, и он не может веселиться, потому что есть проблема. И я расскажу небольшую историю про свою жизнь, потому что, когда мы приехали в Израиль с семьей, нам сразу не дали гражданства, нам сказали, подождите, придите через месяц в МВД, и этот месяц я не мог радоваться жизни. Я ждал, что же нам скажут, что же нам скажут, я с утра до вечера мог молиться, ну, не с утра до вечера, но целый день там вспомнил, о, я ходил, молился, когда меня звали, ну, куда-то выйти на улицу, я, а, вам хорошо, у вас вот есть гражданство, а у меня нету еще, а вдруг меня выгонят завтра, и эта проблема, она была перед моими глазами, куда бы я ни ходил, что бы я ни видел, что бы я ни слышал, но эта проблема была передо мной, и есть проблемы, которые мешают вам радостно жить. это называется туннельное зрение. И, конечно же, Господь, Он хочет, чтобы вы оставили это, Господь, Он хочет, чтобы вы, чтобы ваши шрамы, которые истекают кровью в вашем сердце, они заросли, и вы могли стать радостными детьми Бога. Петр, действительно, он пережил такие трудные ситуации в своей жизни, хотя до этого он был очень верующим, но потом он понял, почему с ним это произошло, и он смог помочь своим братьям, он смог помочь им, чтобы они могли дальше жить и развиваться в вере. Еще один пример, который я хотел бы привести, это Иосиф. Иосифу также приснили сны, он видел что-то интересное в своей жизни, но что-то пошло не так. И прошло много времени, когда эти сны, они исполнились. Но что было в сердце Иосифа? Мне кажется, Иосиф переживал не меньше трудностей, чем Петр, потому что у него была тоже очень сложная жизнь, много было неправды, много было несправедливости в его жизни, но он дошел. А если он дошел, то сможем дойти и мы. И то, что вы переживаете в сердце, конечно же, это ваша битва, и вы должны пройти ее. Я расскажу за свой сон, когда однажды мне приснился сон, может быть, кому-то он тоже будет интересный, это был очень яркий сон, и это было у меня сложное время, когда у меня был переломный момент в сердце, я тоже сражался, как и все вы иногда проходите, и я думал, верить мне дальше, не верить, и это было сложное время. И мне приснился сон, что я гулял на площадке возле дома, все было зелененькое, и били фонтанчики такие из земли, и как-то пришел ветер, такой ветер с листиками, и вдруг фонтанчики перестали бить, и мне стало интересно, что случилось. Я подошел к этим фонтанам, начал разгребать и посмотреть, почему они перестали биться, и земля обвалилась, и там сидел маленький агнец внутри, под землей, ему не хватало солнца, он был глубоко внутри, и я ему помог вылезти, он вышел, и когда он вышел, он пошел там гулять, я еще подумал, как он там без солнца прожил так много времени, и когда я повернулся, со мной была моя жена, я говорю, смотри, что этот, агнец, и она этого не увидела, она говорит, я не увидела, я отвлеклась, и что я понял, когда проснулся, что иногда даже жена, ваш близкий друг, она не знает, что происходит в вашем сердце, или же муж, иногда мамы не знают, что происходит в сердцах детей, и это не то, чтобы это ненормально, но это жизнь, мы живем в одной квартире, но мы не знаем, что переживают наши дети, какую битву они проходят, но битву и этот экзамен проходят все, как солнце встает с утра над землей и бежит к своему закату, и так происходит каждый день, так и мы проходим свои жизненные пути, и этот экзамен, он должен быть пройден, и если ты еще страдаешь, еще ждешь, еще задаешь вопрос, почему я, почему я, это не дает тебе жить полноценной жизнью, то пришло время оставить это, пришло время, чтобы шрам твой зарос, и если опять вдруг потечет какая-то жидкость и шрама, которая мешает жить, ты должен понять, что это ненормально, старые шрамы, мы можем видеть их всю жизнь, но они не должны нас беспокоить, и да, шрамы есть в наших сердцах, и эти шрамы будут видны только вам, никто не может пережить эту боль, которая в вашем сердце, потому что это ваш путь, и Петр прошел его, Петр смог, и когда Петр обратился, он смог помочь своим братьям, мы помним дальше жизнь Петра, он жил в победе всю свою жизнь, и сегодня я бы хотел сказать вам, что Бог любит вас, и оставьте свои шрамы, пусть шрамы зарастут, и придет радость в ваши сердца, аминь. жил в мосту, и